Без ее улыбки сегодня невозможно представить ни одно мероприятие в Сахалинском краеведческом музее. Татьяна Чаченко редкий человек, без ума влюбленный в Сахалин и свою работу. Согласитесь, в современном мире это далеко не всем удается. Она не просто заведующая научно-просветительным отделом. Она историк, она краевед. И мало кто знает, что материалы, которые порой по крупинкам собирает Татьяна Чаченко, помогают детям в школах изучать родной край. Потому что учебников, как таковых, нет. Зато есть семинары для учителей в музее. Она дочь офицера. Родилась в теплом Узбекистане, жила в Ленинграде, Воронеже, Днепропетровске. Татьяна уже закончила школу и поступила в университет, когда ее отцу предложили поехать на край света. Но долго не мешкая, она последовала вслед за семьей. Сахалин всегда был для нее недосягаемой мечтой, знакомой по многим документальным фильмам. А теперь она вот-вот должна была осуществиться. Мы-то ехали сюда на пять лет. Никто не думал, что мы сюда на всю жизнь оставшуюся приехали. У меня было такое чувство, что я хочу здесь жить. И в самый же первый день, как это ни парадоксально, папа нас повел по городу прогуляться. И первым делом, конечно, краеведческий музей. Но я его когда увидела, я просто влюбилась в это здание. Я подумала, что ну так хочется здесь работать. Но казалось, что это вот просто сказка, которая останется навсегда сказкой и никогда не сбудется. Но никогда не говори никогда, теперь уже смеясь констатирует Татьяна. Все сбылось, но не сразу. Наверное, иногда нужно пережить состояние полного эмоционального опустошения. А это с ней случилось, чтобы затем словно птички взмыть вверх. Давний друг взял Татьяну за руку и привел в музей. Известному сахалинскому археологу Валерию Шубину нужен был художник-график, чтобы проиллюстрировать будущее издание. Мэтр, особо не веря в успех, дал девушке шанс проявить себя. Неделю выделил, я уже через два дня прибежала. Он говорит, сдулась. Я говорю, нет, я все нарисовала. Он смотрит немедленно в кадр, немедленно. Даже морда коровы передана с точностью на голландском фарфоре. И тогда я поняла, ура, меня берут. Это же такое счастье. И здесь началась мощная школа. Она искренне и беззаветно окунулась в этот мир. Росла по карьерной лестнице, продолжала изучать историю и развивать музейное дело, которое очень сильно подорвала перестройка. Для сравнения, 20 лет назад здесь проходило всего два мероприятия в год. Сейчас около 400. И только раз немного изменила свои мечты. Это была знаменитая программа «Примите поздравления». Вместе с песней «Ах, какая женщина», которую я до сих пор, честно говоря, слушать не могу. Но эту программу я очень люблю. Именно на эту программу проходил отбор. Получилось очень случайно, потому что я своего сына после развода воспитывала сама. Естественно, нужно элементарно как-то себя было собрать. А, честно говоря, зарплата художника-графика была не ахти. Я искала любые средства подработки. Я прихожу на ГТРК. Очень много в коридорах девушек самых красивых. Боже мой, какие там красавицы были. Двухметровые, блондинки, зеленоглазые, голубоглазые. Когда она это все посмотрела, пришла записываться. Говорю, какой у меня номер? Они говорят, 99-й. Я говорю, а сколько человек на место? Один. Я поняла, что сюда я никогда в жизни не попаду. Это никак. Это просто такая высота, которой достичь просто невозможно. Вот это как раз говорит о том, что никогда нельзя в себе сомневаться. На телевидении она проработала три года, вела программы, снимала сюжеты для новостей. Но большинство из них так или иначе были связаны с музеем, историей и археологами. Для возвращения была еще одна немаловажная причина. График журналиста все сложнее и сложнее стала совмещать с графиком любящей мамы. Все-таки музей гарантировал нормальный рабочий день. Хотя, кого мы обманываем? Это же Татьяна Чайченко. Она и здесь порой не упустит возможности задержаться на часок-другой. Большая сила скрыта в ее очаровательной улыбке. О подвигах героев войны она может рассказать так, что на глазах невольно начинают блестеть слезы. В музейном мемориальном комплексе на площади Победы есть прекрасные экспонаты. Я в этом просто, знаете, но раз завидую даже нашим коллегам. Трехмерная панорама по высадке десанта на остров Шумшу. Это сейчас он выделился в самостоятельную единицу. Не все знают, что когда-то мы поднимали, мы писали, именно я писала тексты экскурсионные по этим экспозициям. Скульптурным изображением, к примеру, Петра Ивановича Шутова, это нельзя сказать, что это скульптурное его изображение. Это сам герой. И вот, знаете, если прошел экскурсовод, сказал, это Петр Иван Шутов, вот он внес такой-то вклад, трам-пам-пам, вот смотрите, у него сейчас в руках оружие, вот он стреляет, вот этот японец падает, вот этот рад, вот этот нет. Какой патриотизм может быть на этом? Никакой. А если ты объяснил ребенку, Петр Иван Шутов еще командовал высадкой десанта, он еще на корабле, ему оторвало два пальца. Представляете, ребят, ты тут порежешь пальчик ножиком, уже неимоверная боль, человеку два пальца оторвало. Он перевязал платком, продолжил высадку десанта. На берегу получил тут же страшное ранение в бедро. Это большая потеря крови, это практически смертельное ранение. Но он продолжил командование, потому что многие командиры во время высадки десанта, они уже погибли. И уже во время взятия высоты он продолжал командовать даже после пулевого ранения в грудь. Ему архи повезло. Пуля попала в удостоверение, которое находилось в кармане, замедлила ход пули и не сделала смертельным попадание в сердце. То есть просто он в рубашке родился, таких людей говорят, но он продолжил командовать. Его на носилках ребята носили, он продолжал командовать. Ему говорили, Петр Иванович, в медсанчасть. Он говорил, нет, продолжаем брать высоту. Дождался, пока высота будет взята, попрощался со всеми, сказал, что он умирает за родину, за отечество. И только тогда позволил себя с поля боя увести. Сказал, ребят, ни в коем случае не оставлять высоту. Он выжил, молодой был, красивый, сильный, здоровый организм 30-летний. Помог ему справиться с этим всем, помог ему выжить, написать воспоминания, по которым и была воссоздана вот эта часть музея. Все очень сильно зависит от того, как ты об этом расскажешь. А она просто волшебница, рассказывающая о том, что все закладывается в нас с детства. Если бы не потрясающий учитель истории в Днепропетровской школе, который помог ей найти свою путеводную звезду, то, может быть, она бы и не посвятила свою жизнь путешествиям во времени. Татьяна не отрицает ей, поступает предложение уйти из музея, занимать более высокие посты. Но все это будет не иначе, как побегом от собственного счастья. Потому что от мечты, как и от любви, отказаться невозможно.